Свой маленький молочный завод «Семья Людвиг» в Хуторе-Братске открыла еще во времена тотального импортонасыщения, когда торговые сети все внимание в закупках отдавали западным товарам. Но время подтвердило чутье кубанских фермеров. Сейчас их продуктовая линейка не только вкусная и дешевая, но и популярная. На данный момент я работаю до двух лунг молока. Люди, кто попробовал, становятся сторонниками того, что натуральная действительно продукция. Качество натурпродукта – главный маркетинговый ход таких небольших частных молокопереработок, делятся с главой региона бизнесмены. Вся продукция отсюда попадает на столу не позже, чем через 12 часов. Сейчас здесь еще собираются осваивать и новое производство вареников. В финансовке на это есть или это проблематично? Если вы берете кредит 18%, минус 10,3% получается у вас 7%. Вы подаете заявление, я вместе с вами посмотрю, как реально вы получите субсидирование этих статусов. В эпоху перестреки санкциями кубанских фермеров открылись широкие поля возможностей. В семье Богатыревых занимаются не самым легким и рентабельным видом сельского хозяйства – молочным животноводством, но уже готовы расширяться и отстраивать новое хозяйство. Ферма сама по себе источник на ее среде. Заемные средства, как вы предлагаете? Заемные, естественно, сами мы не сможем позволить. Но если есть такое мощное желание у них сделать собственную ферму и стать фермерами, то, что приветствуется мною и вами, и нами. Как мы можем работящим, энергичным, верующим в завершенный день людям помочь? У нас дается начинающим фермерам грант на приобретение техники, на улучшение условий, материальное пополнение материальной технической базы. И дальше можно участвовать в программе «Семейная ферма», где мы даем также грант на строительство семейной молочно-товарной фермы. Услышал? Давай, через год на твоей ферме. Договорились? Краснодарский край теперь вообще флагман по части импортозамещения в России, особенно, что касается молочки. Рыночный вакуум местные производители заполнили в первую очередь сырами, творогом, йогуртами и маслом. Уст-Лобинский молочный завод «Традиция» с географией своих поставок сумел вырасти из регионального в национальный. Наша продукция нашла высокий отзыв в всех городах, и у нас большое представительство в Москве, Санкт-Петербурге, и кубанское качество именно было признано лучшим. Вы знаете, принципиально это качество не потерять. Если не потеряете качество, вы будете всегда на коне и развитие вам не спичат. Сельхозпроизводством только в Уст-Лобинском районе сегодня занимаются больше 700 фермеров, рассказывают жители на встречу руководителю региона. Но за высокими цифрами скрывается и обратная сторона. Практически все сталкиваются с одной и той же проблемой. Личным подсобным хозяйствам в самом прямом смысле не хватает пространства для развития. У вас есть ресурс земли для того, чтобы мы личные подсобные хозяйства развивали, фермерское движение? Практически весь сегодня земельный ресурс распределен. Где тогда земля? У кого? В личных подсобных хозяйствах, КФК и в крупных сельхозхозяйствах. А Болгин здесь, Сергей Владимирович, нет? Да. Вы возьмите четко, дайте мне информацию по Уст-Лобинскому району. То есть, где, у кого и когда заканчиваются договоры аренды. И понимание того, чтобы они не уходили опять к очередным промышленным холдингам. А реально, допустим, мы создали резерв для личных подсобных хозяйств и фермерства в этом районе. И никаких пролонгирований договоров пока быть не может, в рамках закона, конечно. Пока мы максимально не изучим спрос населения района в личных подсобных хозяйствах и тех, кто хочет заниматься фермерством. Еще одна проблема, на которую сетуют не только хозяйственники, нехватка энергомощностей. Сети изношены больше, чем на 80%, докладывает исполняющий обязанности главы Сергей Батурин. Муниципалитет зависит от внешних поставок энергии и вынужден считаться с прихотями монополистов. Что просто недопустимо для дальнейшего развития района, считает Вениамин Кондратьев. Или они нас, или мы их. Потому что в противном варианте никакого развития быть не может. Ни в отдельной семье, ни в целом в Услабинске, ни в целом в крае. Здесь с нами договариваться не нужно. Им. И мы с ними не будем. Мы четко должны понимать, что мы делаем общее дело и себе ничего не просим. Мы говорим о том, что жители, которые живут, неважно, в Услабинске и иных районах, и в целом в крае, имеют право на достойную нормальную жизнь. И экономика имеет право развиваться. Не по их хотелкам и желаниям, а по тому, как требует эта реальная экономическая ситуация в целом. К слову, АПК для района сегодня не просто реализация курса импортозамещения. Это фундамент всей экономики муниципалитета, который по развитию сегодня несколько уступает другим районам Кубани. Всего за год по темпам роста основных показателей он опустился с 6-го места на 21-е. Но самое главное, что в районе осталось неизменным, это люди, готовые работать, замечает Кондратьев. Принципиально важно понимать, что для меня, еще раз подчеркну, принципиально важно, чтобы вы ощущали себя полными участниками всех процессов, которые происходят в обществе и в вашем районе. Вот я хочу, чтобы каждый житель в целом края это понимал и осознавал, что его услышат. И я готов услышать, я готов понимать и реально смирять часы с вашим пульсом, свои часы. И если ваш пульс явно зашкаливает за ту стрелку циферблата, который положен быть, я готов реагировать. И не эти бумажки. Видите, какой большой текст тут написали? Я должен был читать, 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 читать. И без этого хорошо поговорили, и так?